Кагилишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а именно, ребята, в прохождение карты. Я так посидел, подумал и вспомнил то, что последний раз мы проходили карту... Эээ, да, вы поняли, что это подразумевает под собой, поэтому, ребята, всё же, за последние 4-5 месяцев я решил вернуться в прохождение карт в Майнкрафте. Но сегодня это будет что-то необычное, потому что это необычная карта, а первый раз в жизни я прохожу карту по сценариям какого-то мультфильма. А именно, ребята, это Синбад, Пираты, Семи, Штормов. Да, именно вот это мы сегодня будем проходить. Это реально карта по сюжету мультфильма. В принципе, мультфильм уже вышел в кинотеатрах, мне кажется, ну я так посмотрел, хоть мне уже, в принципе, 21 год, но, если честно, мультик мне понравился. Поэтому, ребята, это отличный мультик, чтобы пойти посмотреть вместе с друзьями или для семьи, то есть семейный просмотр. Мне кажется, ребята, это действительно увлекательно. Поэтому мы сейчас начнём проходить вот эту замечательную карту. Карта полностью, полностью, извиняюсь, полностью на русском, поэтому, ребята, прямо сейчас можете сами зайти на эту карту и пройти её. Вам даже не нужно её скачивать, потому что, ребята, эта карта установлена на специальный сервер. Ссылочка, точнее, IP сервера будет в описании. Поэтому, ребята, заходите, проходите. Мне кажется, всё будет очень даже круто. Поэтому, ребята, сейчас мы будем сразу же начинать. Тут можно выбрать одиночную игру и также командную игру, то есть со своим другом. Но сегодня я играю один, поэтому, ребята, я буду проходить один. Давайте, ребята, давайте, тпхнемся и посмотрим, что нам сейчас тут предложат. Как видите, нам тут много чего пишут в чате. Я сейчас быстренько для себя прочитаю и пойму, что это будет такое. Короче, у нас будет сопутствовать какой-то Джон. И в этой карте есть четыре квеста. Четвёртый квест это босс. То есть это главный, можно сказать, главный злодей в мультике про Синбада. Синбад, в принципе, очень даже прикольно взорвал вот этот корабль. Этот квест называется морской бой. Поэтому, ребята, сейчас нам также нужно... Ай, дай мне запрыгнуть! Сейчас, ребята, нам также нужно его взорвать. Опа! Нифига себе убившие стрелы, ребята, нифига себе. Так, опа! Как только мы пройдём вот этот квест, мы сразу передвинемся на следующий. И мне кажется, то, что карта будет действительно очень... Очень длинная. Да ёханый бабай, я что, не могу попасть в этот кончик и один ТНТ? Как нам сказали, тут есть ещё... Ещё очень много... Опа! Это что-то делает? Нифига! Морской бой! Морской бой! Этот ТНТ взрывается от одного попадания. Ну, по крайней мере, первый ТНТ так взорвался, а второй что-то не хочет. О! О! Затащил! Мне кажется, вот этот залагал. Этот ТНТ что-то не работает. Дайте дам ёханый бабай стрелы. Пишут, что каюты все в моём расположении. О! 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 Вот это... А у меня другое дело! А сколько нам ТНТ нужно взорвать? Я, если честно, что-то прочитал. Ага! Значит, там только 3D анамита. Первый и второй, если честно, взорвал. А вот третий... Ну, почему мне кажется, то, что третий залагал. Я даже вот сюда поближе подойду. Вот смотрите, ребята. Хоть... Ага! То есть, что-то взорвалось, что-то не взорвалось. Так, вы успешно повергли корабль. Ну, замечательно, ребята. Давайте будем выдвигаться на берег. Нам сказали, чтобы мы опа-опа топали сюда. Сейчас, в принципе, будет третий... Нет, второй квест. Это ёханый бабай, что такое было? Цель данного квеста убить канатного монстра, который хочет помешать тебе. Держи обратно! Не хочу! Какой канатный монстр? Какой канатный монстр, а? Чтобы убить вот этого монстра, нужно проиграть какую-то верную мелодию на вот этой дубке. Ох ты, ёханый бабай. А, кстати, я помню вот этого канатного монстра. Я даже его в трейлере про этот мультик видел. Офигеть! Так, прохождение квеста успешно начато. Да-да, где мне сюда залезть, чтобы я прочитал задание? Так, сейчас вам будут проиграны все звуки попрятка, а вы должны их запомнить. Затем будет проиграна мелодия, которую вы должны будете повторить. Чего? Так, оранжевый, розовый, синий, жёлтый. Оранжевый, розовый, синий, жёлтый. Я нифига не понял, я нифига не понял. Номер слота в интерес соответствует... Три, один, два, четыре. Вперёд, Синбад! Охренеть, это, наверное, самое сложное задание, которое я либо проходил. Вот это угадывание мелодии. Это с ума сойти. С ума сойти, у меня просто башка взорвалась, пока я это проходил. Номер один. Всё, всё, всё. Отстаньте от меня, отстаньте от меня. Я прошу вот это задание. Всё, всё, не нужно. Мне вот эти пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Что, оно дальше продолжает пи-пи-пи, если я вот это всё уже прошёл. Отстаньте от меня. Охренеть, я не знаю, как я прошёл вот это задание, но, слава богу, оно закончилось. Перед тобой прячь острова. Лёгкий паркур совсем не тяжёлый, но со вкусом. Всего у тебя три попытки, в противном случае ты проиграешь. Спасибо, 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 что я проиграю. Лёгкий паркурчик, да? Я, конечно, такой мастер паркура, как не знаю кто. Да, вы, в принципе, видите. Да. Три попытки. Если я зафейлил на первом уровне, то есть, ладно, на втором. То, как вы знаете, ребята, ну, паркурщик с меня от бога просто. Просто от бога. Поэтому, я допрыгнул вообще туда. Опа. У меня три попытки. Ну, как я уже понимаю, две. Да, две попыточки. Уже не три, уже две. Так, как мне... Спасибо, спасибо, господа, спасибо. Куда мне дальше? Как я понимаю, я опять зафейлился, да? Да? Или я смогу тут вылезти? Не смогу. Три попытки, да? Ну, в противном случае ты проиграешь. Я понял, я понял. Я же сказал, паркурщик от меня от бога просто. Поэтому, ребят, не надейтесь, что я смогу выиграть вот этот паркур. Пройти, точнее. Так. А, значит, не сюда нужно было, да? А я, дебил, куда-то в другую сторону вообще потопал. Опа. Опа. Так, сейчас. Опа. Опа. Мы упали в лаву три раза, и квест был провален. Игра завершена в течение 10 секунд. В смысле? Квест был провален. Да вы, да, да, ну нах, да вы... Да вы... Да вы... Да вы... Да вы... Заново? Так, слушай. Ты, легкий паркур. Не знаю, для кого он легкий. Ну, понятно, что... Понятно, что для всех, но не только для меня. Потому что я паркурмастер. Опа. Просто реальный паркурмастер. Ой, опять чуть не свалился. Да, да, да. Все нормально, все нормально. Паркурмастер с вами, ребята. Так. Сейчас. Опа. Опа. Туда вообще как бы реально допрыгнуть? Да. Ну, как видите, да, реально. Просто я нуб. Просто я нубодрил. Поэтому я туда с первого раза не допрыгнул. Точнее, даже с третьего раза не допрыгнул. Но на четвертый уже, наконец-то, что-то получилось. Сейчас. Куда мне надо? Мне туда надо? Ух ты, нифига себе. Я уже думал, я опять там свалюсь. Опа. 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 Фух. Так, прошел. Куда? Куда? Куда дальше? Сюда дальше? Да, хара, вот это... Отлично, ты, наверное, пути. Теперь попробуй с него не сбиться. Впереди лабиринт. Лабиринт? Не, ну, в принципе, помню то, что в мультике был какой-то лабиринт. И, если честно, он там был очень даже таким крутым. То есть, красиво построен и все такое. А, если честно, тут он даже смахивает на вот тот лабиринт. Только я не помню, как Синбад с него вышел. И вообще, в каком направлении мне нужно двигаться. А если я вот сюда пойду, наверх, допустим, да? А я вообще, я вообще по правилам сейчас играю. Мне, наверное, вот тут внизу нужно бегать, а я бегаю по верху. Что-то, что-то мне кажется, то, что я не на очень таком верном пути. Хотя, 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 я вижу, тут есть какая-то дорога. Дорога-то есть. Но, как я туда попаду, вот в чем вопрос в данный момент. В данном случае. А, вот сюда. А если вот сюда пойду? Ребята, вроде, вроде мы с вами продвигаемся куда-то. Вроде куда-то. Тут я еще не был. Хоть это лабиринт, но все пути я должен запомнить. Так, так, так. Я прошел. Я назад вернулся. А-а-а, ты успешно прошел лабиринт. Отличная работа. Остановите текст. Остановите мелодию. А дальше вам придется отпуститься в бездну, чтобы собрать все части подстаканника. Какого нафиг подстаканника? Отправляйся направо по тропе вверх. Там ты найдешь руины. Висящие, висящие над бездной. Это... Да-да, остановите. Ведь вы текст нафиг. Это и есть второй паркур. Уже посложнее. Паркур посложнее. Направо, да? Паркур. Я не понимаю, почему вот эта хрень дальше продолжает мне спамить чат. То, что мелодия проиграна. Повторите теперь ее с помощью шерсти в вашем инвентаре. Походу, этот уровень слишком такой тяжелый. То, что разработчики сами забагали вот этот уровень. Потому что эта фигня дальше продолжает спамить и спамить и спамить и спамить. О, наконец-то я сюда добежал. Как я понимаю, это сейчас будет сложный паркур. Если у меня столько было проблем с легким паркуром, то что сейчас будет? Я даже, ребят, не представляю себе. Ну, давайте прочитаем, что тут написано на табличках. На данном паркуре ты должен собрать части стакана и также найти подстаканник удачного прохождения. Количество кусков стакана 3, количество подстаканников 1. Ага. То есть мне нужно найти 4 каких-то кусочка, да? То есть стаканы, подстаканники и... И вроде все, да? Я надеюсь, пожалуйста, я надеюсь, что я ничего не пропущу. То, что я все смогу найти. Потому что заново перепроходить всю карту я, если честно, не горю желанием. Поэтому, ребята, нужно... О, кстати, сундучок. Кусок стакана. Ага. А-а-а-а, вот оно шо. Значит, нам таких еще 3 штучки. Нет, извиняюсь, еще 2 штучки нужно. И потом, после этих 2 штучек, нам еще нужно будет найти подстаканник, да? Пожалуйста, пожалуйста. Я надеюсь, что разработчики этой карты не очень сильно запрятали куда-то вот эти сундучки. Потому что, если запрятали, то... Пожалуйста, лучше не прячься от меня, да? О! О! Второй кусочек. Второй кусочек. Замечательно. Значит, на этом острове уже 100% ничего не будет. Хух. Или все же, может, будет. Может, они 2 кусочка запрятали чего-то, да? Я правильно иду? Ну да, в принципе, нам сейчас туда. Ну давайте, ребята, знаете что? Давайте мы лучше оббежим вот этот остров, чтобы ничего не пропустить. Потому что, мне кажется, это какой-то реально огромный остров. И тут 100%... О! И тут реально 100% должно что-то быть. Не успел это гореть, как уже появилось то, что нам нужно. Так. И сейчас, как я предполагаю, нам нужен подстаканник. Потому что все кусочки стакана мы уже собрали, да? Тут что-то будет? А что тут прячется? А я, если честно, вообще не предполагал, что это так будет просто. Я думал, ох ты, нифига себе, сейчас мне нужно это будет искать. Реально, полдня. Это казалось так просто. Ну ладно. Ну ладно. Так. Главное сейчас не упасть. Это самая ключевая проблема. Потому что, как ребята, все мы прекрасно знаем. Паркурщик с меня от бога, да? Просто идеальный с меня паркурщик. Поэтому я постараюсь не падать. А в принципе все. Я уже дошел сюда до конца. Ты молодец. Успешно прошел паркур. Молодец. Так держать. Пора запастись оружием. Она понадобится тебе с антиахоном. Скорее к алтарю. Ага. То есть это главный злодей мультфильма. Антиахон, да? Поэтому нам сейчас нужно добраться к алтарю. Которая находится вроде где-то возле... Нет. Или на горе, или в горе. Да. Что-то в этом роде. Я помню, даже Синбад там сражался. Если я хорошо помню. Вроде да. Поэтому, ребята, в принципе, я и решил парить вот эту карту. В первую очередь мне понравился мультик. Во вторую очередь мне понравилось то, что эту карту полностью сделали русские разработчики. Кстати. Сюда. Алтарь, да. Как я сказал, алтарь находится в горе. Поэтому, ребята, сейчас мы сюда зайдем и посмотрим... Ох, ты ж нифига себе. Это такой алтарчик, да? Так, давайте, ребят, прочитаем, что тут написано. Волшебный верстак. Крафтить стакан тут. Ага, то есть у нас есть куски стакана. А как его крафтить? А, вот стакан. А, все круто. Стакан. Вы успешно сделали стакан из кусков. Теперь соединить стакан с подстаканником. Соединяем стакан с подстаканником. И у нас получается стакан с подстаканником. Все... Все логично. Никаких претензий нету. Поэтому, ребята, идем дальше. Обмен стакана с подстаканником на меч. Вы успешно обменяли стакан с подстаканником на меч. Сколько я раз стакан с подстаканником сказал в этом видео? Много раз я уже сказал стакан с подстаканником. Но это ж крутая вещь. Стакан с подстаканником мы обменяли на крутой меч. Йохан и Бабаэта еще такой анти... Антиох и его помощники появились. в бой. Ах, ты в бой. Главное, чтобы они сейчас меня не убили, да? Потому что я не хочу еще раз карту эту проходить. Так, слышь, анти Ахон. Ахон ты, анти. Пожалуйста, не долби мне мозги и дай мне пройти эту карту. Опа. Вы убили клонов антиоха. Но осталось еще убить самого антиоха. Что за антиоха? А ну, а на тебе по ногам. А ну, а на тебе по ногам. Ты меня что, вообще бить не будешь? Ты меня что, вообще бить не будешь? А, кстати, мне интересно, что у нас за мечта такой сильный, а? Который просто гиганта вот это убивает. Вы убили главного босса антиоха и его клонов и прошли игру. Мы победили, ребята, и мы прошли, в принципе, все. И сейчас, ребята, контрольный вопрос. Давайте прочитаем. Ответьте на данный вопрос правильно и получите приз. Если же вы не знали ответа на данный вопрос и вы еще не смотрели мультфильм, то скорее бегите в кинотеатр за поиском ответа. Сколько лет антиоху? А я не помню. Если вы же... Если вы не знали ответа на данный вопрос и еще не смотрели мультфильм, то скорее бегите в кинотеатр за поиском... Я смотрел, но я не помню. Ребят, я не знаю. Давайте... Давайте по приколу напишем... Ну, давайте тысячу. Ребят, я... Я не знаю, сколько лет и куда мне вообще это писать. В принципе, ребята, я, если честно, не помню. Но вы можете посмотреть этот фильм, вы можете пройти... Мультфильм, я извиняюсь. Пройти вот эту карту и написать этот ответ на данный вопрос. Допустим, ВКонтакте, в специальную тему. Ссылочка на это будет в описании. Если ты окажешься первым из 15 человек, которые ответят правильно на вот этот вопрос, то получишь в подарок 20 баксов в Стиме. А если ты отправишь код среди вторых 15 счастливчиков, то получишь крутейшую футболку с символикой Синбада. Да, поэтому вот какая мотивация для вас, ребята, проходить вот эту карту. Все ссылочки будут в описании. Проходите, радуйтесь, потому что карта действительно крутая. Я с удовольствием прошел и также посмотрел мультфильм. А на этом, ребята, мы будем с вами прощаться. Большое спасибо за то, что посмотрели. Не забываем ставить лайки и, конечно же, ребята, конечно же, пишите, ребята, в комментарии, хотите ли вы, чтобы я дальше продолжал проходить карты, потому что разнообразие, как-никак, очень нужно. Согласны? Поэтому, ребята, еще раз большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.